Новый офис многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг стал для Одинцовского района третьим с начала года и первым открытым в сельском поселении. Общая площадь 180 квадратных метров, 5 окон приема, график работы с 8 до 20 часов, 7 дней в неделю. Здесь также полностью выдержан единый корпоративный стиль. Все стандарты, которые мы подъявляем к МФЦ, здесь соблюдены. Детская комната, бесплатный Wi-Fi, аппараты для питания и необходимые условия для тех, кто ожидает, чтобы они были комфортными. Профессиональные сотрудники, все то, что мы требуем от наших офисов МФЦ. Сотрудники офиса преимущественно местные жители. Они прошли необходимое обучение в Одинцовском отделении МФЦ. С первого дня работы здесь будет оказываться 152 государственные, региональные и муниципальные услуги. Помещение расположено в самом центре поселка Старый Городок на улице Школьной, что тоже удобно для посетителей. Предусмотрены и все условия для людей с ограниченными возможностями. Планируем, что здесь будут получать услуги муниципальные и государственные порядка 150 человек в день. Такая проходимость, на которую мы рассчитываем. Скорее всего, это будут жители близлежащих территорий. Это санаторий имени Герцена, это Старый Городок, Новый Городок, это Шарапова. То есть все те люди, которые могут и захотят, и смогут получить услугу в шаговой доступности, дойти сюда пешком. Соответственно, вся территория в центре Старого Городка, она также благоустроена по принципам доступной среды. И низкие бордюры, и тактильная плитка. И это очень важно. Мы вот именно в этом офисе показываем, как все должно быть благоустроено для людей с ограниченными возможностями. Не стоит забывать, что у Одинцовского МФЦ есть и два мобильных офиса, которые по ряду причин до сих пор использовались недостаточно интенсивно. Но теперь ситуация изменилась. Мы получили два новых автомобиля Нивы. Это будут курьерские автомобили, которые будут развозить документы по ведомствам, документы заявителей как в Москву, так и по району. Теперь наши два мобильных офиса, которые мы имеем, мы сможем полноценно использовать для больших предприятий или больших воинских частей, которые находятся на территории нашего района. Опять же, сможем ближе подойти к заявителю и оказать ему услугу, так сказать, не отходя от дома в шаговой доступности. Мобильные офисы также приспособлены для оказания услуг людям с ограниченными физическими возможностями. В этом лично убедился инвалид-колясочник Дмитрий Озал, приехавший в Никольский офис центра в день его открытия. Уже сегодня в администрации района планируют, в каком направлении пойдет развитие МФЦ в следующем году. В этом году мы программу закончили. У нас есть удаленные рабочие места в каждой администрации, в каждом поселении. Мы имеем три полноценных офиса. И сейчас будем отрабатывать логистику и смотреть, как изменится поток заявителей, исходя из того, что при открытии первого офиса все оказались в Одинцово. Приезжали туда общественным транспортом, машинами, электричками, автобусами и так далее. Сейчас эти потоки распределились. Часть ушло людей на Кубинку, часть попадет сюда. Исходя уже из потребностей по итогам анализа, мы будем планировать следующую программу развития.